Всем очень благодарен за то, что вам было интересно, и вы нашли время и присоединились к трансляции. Фото с красивым мостом на заднем плане я сейчас выключу, и мы перейдем уже к слайдам. Итак, всем добрый вечер. Очень надеюсь, что вы меня слышите, и все в порядке, и мы понимаем, что происходит, несмотря на то, что мы находимся, наверное, с большинством из вас на разных континентах. Я благодарен вам за внимание и интерес к этой презентации. Она объединяет некоторые мысли, которыми мы хотели поделиться, и в первую очередь ориентирована на практическую часть работы с машинным переводом. Здесь как раз все и перечислено. То есть, что хорошо, что плохо. Зачем? Как оценивать и прогнозировать результат? Это самый большой кусок, потому что здесь я аккуратно расписываю еще раз результаты эксперимента, а главное, останавливаясь на том, как их можно и нужно интерпретировать. Ну и, соответственно, наиболее актуальные моменты в практической части, после того, как мы поняли, что делать с результатами, как выбирать движки, что говорить клиентам. Несколько совершенно честных и искренних слов о скидках в вопросе их формирования и прозрачности, о работе с поставщиками. Это будет интересно всем, тем, кто представляет поставщика и тем, кто представляет клиентом, ну и все-все-все остальное. Итак. В первую очередь, за и против. Это довольно базовые вещи, мы про ним пробежимся быстро. За повышение производительности. Как всегда, получается это здорово, но не для всех. Не для всех пар языков, не для всех тематик, поэтому обязательно нужно вначале тестировать. Во-вторых, можно снизить затраты, но при этом, естественно, есть и вторая сторона. То есть, серьезные ошибки у вас появляются в переводах с большей вероятностью. И, кроме того, люди, использующие бесплатные движки машинного перевода, например, тот же самый Google Translate, автоматически прощаются и от своего лица прощаются с конфиденциальностью не только для себя, но и для своих заказчиков, частенько нарушая все имеющиеся NDA и договоры. Ну и, наконец, конкурентное преимущество. Но надо при этом понимать, что не все поставщики, не все переводчики, не все редакторы и компании могут ответственно работать с машинным переводом и не все готовы принять на себя как ответственность, так и полный спектр задач, которые при этом необходимо выполнять. И об этом мы поговорим несколько позже. Кроме того, бывают ситуации, когда машинный перевод напрямую запрещен клиентам. И при этом очень важная вещь, в эпоху полной и тотальной сегментации, когда частенько на перевод присылают несколько фраз или пару абзацев, никакого смысла в машинном переводе нет, потому что вам все равно нужно заплатить за минимальное время или просто за то, что вы человека отвлекли. И в таких крошечных сегментированных переводах никакой коммерческой смысл у вас уже доминировать не будет, да и время вы не сэкономите. При этом формально translation рейтинг во всяком случае утверждает, что больше 50% либо пробовала, либо начинала, либо активно использовала машинный перевод. То есть тематика весьма-весьма популярная, ну а дальше, наверное, станет уже мейнстримом. Итак, основной вопрос философии. Тот, кто философию проходил в институте или университете, наверное, помнит. Я не буду говорить, что было исходным основным вопросом философии, но для нас это, в нашей индустрии, это вопрос качества или скорость стоимости. Так вот, почему мы говорим, что это основной вопрос философии? Потому что, так же, как и основной вопрос настоящей философии, этот вопрос не имеет никакого смысла и не имеет четкого ответа. Попросту говоря, всем нормальным людям и всем нормальным клиентам нужно и то, и другое. И никакого однозначного компромисса, как правило, никто не ждет, за исключением каких-то маргинальных ситуаций. Если этот вопрос раскрывать в практическом смысле, то он на самом деле распадается на три. Во-первых, что такое качество? Вообще, как его мерить? Методов несколько, а результат одинаковый или нет? Второе, насколько растет скорость и, опять же, как ее корректно измерять? И самое главное, а как прогнозировать качество и скорость и при этом не потратить кучу времени и сил? Потому что наша задача – это получать достаточно, скажем, надежные, достаточно хорошие прогнозы, при этом не потратив дикое количество времени. Итак, год назад Интенто провели исследование, в котором мы участвовали, и мы выполняли в нем QA, то есть проверку качества. Я просто напоминаю, чтобы разделить то, что было уже известно, и то, что осталось за кадром и представляет собой большой интерес. Они проверили аж 14 движков, около 2000 слов, перевод с английского на немецкий, при этом текст был простой, никаких тегов, ничего, у движков было меньше шансов ошибиться или что-то испортить. При этом выборка была случайная, то есть выбирали среднее значение по одному из автоматизированных методов H-Lepore в районе 0,71, который формально считается неплохим, и брали максимальное стандартное отклонение с тем, чтобы различить между собой движки, потому что понятно, что если движок переводит, все движки переводят тот или иной сегмент абсолютно одинаково, то там искать нечего. QA был слепым, то есть мы проверяли абсолютно не зная, что это за движок, и даже не зная, это перевод человека, один перевод там был человеческий, или перевод конкретного движка. Использовали пять экспертов, каждый из которых проверял все движки, ну, свою долю сегментов, по 9 сегментов из 45, но при этом надо понять, что сегменты были жутко длинные, то есть эти 9 сегментов представляли собой 300-500 слов, это патенты фармацевтики. Субъективность была минимальной, все как бы здорово. И что мы получили? Во-первых, корреляции между результатами QA и автоматизированным измерением HLIFOR не было. Ну, в частности, почему предполагаемое объяснение, это первое, что перевод теряет адекватность, но автоматическая оценка это не замечает. Во-вторых, совершенно иначе автоматика и человек реагирует на пропуски, дополнения, нерверный порядок слов. Для автоматики это нормально, до тех пор, пока у нас большое количество совпадающих n-граммов, для человека это очень плохо. Второе. Типичное заблуждение. Почему-то люди считают, что человеческий перевод всегда очень хороший, но это не так. В данном случае человеческий перевод был взят из той же самой баз данных, по которой проводились исследования, просто был взят другой кусок. Он при обучении движков, а некоторые движки обучались, был специально, естественно, сознательно исключен. Так вот, тьемки частенько сами по себе имеют весьма сомнительное качество. Люди могли халтурить, люди могли спешить, им могли мало заплатить, тьемку могли плохо почистить. Поэтому в данном случае человеческий перевод занял почетное седьмое место, то есть был где-то в серединке между всеми четырнадцатью движками. При этом, в то же время, следует сказать, что LQA показал, что ни один из машинных переводов и близко к человеческому не находился. Ну, как правило, вот более-менее нормального текста, который читается прилично, мы ожидаем уровень атомарной оценки, то есть на уровне сегмента, сколько всяких ошибок в пробелах, пунктуации, капитализации, тегах и так далее, в районе 60-70%. Ну, имеется в виду, что 100% это идеал. Лучшие движки показали гораздо меньше результат, то есть мы здесь даже и близко не находимся. При этом, однако, очень приличная доля, примерно две трети машинных переводов, были очень неплохими. То есть там содержали мелкие ошибки или ошибок вовсе не было. Соответственно, интенда решили, что, наверное, этот показатель разумно использовать как показатель качества. И, собственно, предположение, которое тогда было сделано, это то, что серьезные ошибки означают серьезную переработку. А если ошибки мелкие, значит переработка мелкая. Ну, вроде как все очень хорошо, но вопросов осталось много. И для начала давайте с вами поговорим немножко о способах оценки качества. Итак, автоматические способы. Например, тот же самый Члепор, ну и тот же самый классический блюз, с которым все началось, Метеор и так далее. Основаны на н-граммах, то есть небольших сочетаниях слов, там из двух, трех и так далее. За там, в общем, один повод, скорость. Но есть и против. Потому что нужен эталонный перевод. Здесь эталонный перевод у нас на картинке, на мишени помечен красным флажком. Ну и рядом с ним находится лучший вариант из того, что есть. А остальные желтенькие, они вроде от него гораздо дальше. Но есть проблема. Если разных и правильных переводов несколько, а это, в общем, вполне реальная ситуация, и вдруг у нас появляется синий флажок или зеленый флажок, который говорит о том, что это тоже правильно, то выясняется, что самым близким к одному из эталонов является вовсе не тот перевод, который мы считали исходно идеальным. То есть вообще есть серьезное сомнение, что мы меряем то, что надо. Кроме того, мы уже говорили с вами об этом, есть сомнения в качестве эталонных переводов. Частенько они берутся из неких сомнительных, больших темок, которые никто не проверял на качество, никто не чистил и так далее, и тому подобное. Ну и последний вопрос. А какое именно качество мы измеряем? И сейчас я уточню, о чем идет речь. Итак, ручные методы измерения качества. Ну, понятно, что они дают гораздо более понятную оценку, однако вопрос о трудозатратах, как всегда. Раз что-то делаем вручную, значит дорого и медленно. А теперь самое главное. Подходы и взгляды может быть два. Один – это LQA. То есть мы перевели машиной, а дальше прогоняем LQA. По сути, что представляет собой LQA? Это человеческое восприятие перевода, в данном случае машину вот ровно как есть. То есть как мы бы его оценили, если бы считали, что он финальный. Лучше всего такая оценка подходит для сырого машинного перевода. Почему? Да потому что, если мы собираемся просто использовать сырой перевод и гнать его как конечный, ну, то есть это задача. У нас есть, например, какая-нибудь база знаний, на которую никаких средств и времени для перевода вручную или ее причесывания вручную нет. Поэтому просто делаем сырой перевод машиной и при этом совершенно адекватно его качество оценить с помощью QA, потому что это именно то, как человек видит этот перевод и как он его воспринимает. Однако есть и вторая совершенно иная точка зрения. Затраты на редактирование по времени. Этот подход рассчитан как раз на процесс с редактированием. То есть мы совершенно не собираемся использовать сырой машинный перевод как конечный результат. Мы его используем в качестве предварительного этапа, а дальше редактируем. При этом трудозатраты это единственный метод, который нам покажет реальный рост производительности Тиемки плюс машинный перевод по сравнению с чисто Тиемкой, то есть с обычным классическим переводом человеком. Теперь вопросы. Эти подходы разные. Все здорово. Что у нас остается? Итак, первое. Если у нас есть некое измерение QA, то серьезность и число атомарных ошибок отражает усилие по переработке или нет? Почему у нас сомнения? Потому что иногда вы ошиблись, например, просто сделали опечатку. К слову получился другое. Часто с другим значением или вообще ругательное. Ошибка жуткая. Если она попадет на домашнюю страницу сайта, ну просто ужас, да? Нельзя. Но при этом исправляется мгновенно. Опечатка, она и есть опечатка. Три секунды и все в порядке. Второе. Если мы добавим гибридную оценку, то есть к стандартному атомарному качеству, которое измеряется на основе всех тех порушенных тегов, капитализации, неверной терминологии и так далее на уровне индивидуальных сегментов, мы добавим адекватность и удобочитаемость текста. Показатели общие, или, как мы говорим по-английски, holistic, используем полную трехмерную гибридную методологию метрики Logrofs IT, разработанную у нас. Ну, понятно, что здесь есть ограничения, применимые только для связанных текстов, но вопрос. Мы что-то дополнительное получим от этой гибридной оценки или ничего не получим? Следующий вопрос. А что измеряют автоматические методы? Мы об этом уже с вами говорили. Как минимум, есть два варианта человеческих. То есть QA, восприятие как есть, или рост производительности. Или, может, они вообще ничего не измеряют, потому что мы абсолютно не уверены, и эти методы, и не факт, что они коррелируют. Вообще результаты QA и скорость редактирования как-то между собой связаны? Или, например, обратная сторона. У нас есть 71% PH-липпор, а нам это что-то говорит о других измерениях. Непонятно. Ну и, наконец, можно ли вообще научно примирить противоположные взгляды? Понятно, что разработчики-энтузиасты машинного перевода говорят, что все замечательно работает, дают огромную экономию, а переводчики частенько жалуются и говорят, что высокие баллы по-любому скору, хоть блёхать метеор, хоть H-липпор, просто оправдывают для заказчика снижение ставок и общую экономию. На все эти вопросы мы попытались ответить. И, собственно, на основе этих ответов мы дадим конкретные рекомендации, а именно, что делать. Итак, эксперимент наш. Мы искали корреляции между методами измерения качества для того, чтобы понять, что на что влияет и вообще между собой связаны они или нет. Мы между собой сравнили все три варианта и все три подхода. То есть автоматическое сравнение качества на основе n-gram, LQA, то есть прямо после машинного перевода и временное редактирование, то есть время на доводку машинного перевода до человеческого. мы измеряли при этом естественно скорость редактирования и везде постарались использовать четкий, аккуратный научный подход, то есть разумные объемы, соблюдение методологии, проверка результатов и уход от частных случаев. Значит, как мы его поставили? Переводили мы с английского на русский, делали QA. Текст общий, достаточно несложный, из области IT-безопасности, 5000 слов, и он связан, что позволило нам применить гибридную модель и оценивать общее качество, как адекватность, так и удобочитаемость. В тесте участвовало пять профессионалов с различными уровнями навыков и опыта, что отражало состав реальных команд. То есть все люди обученные, но их бэкграунды разные и скорость их работы тоже разная. Что сделали в первую очередь? Сделали как ручной перевод текста, совершенно независимый, так и перевод тремя популярными движками, которые мы не обучали. Ну, какие движки вы сейчас увидите. Сделали также оценку по методу HLepore для всех движков, сравнивая их с ручным переводом. А также сделали слепую QE оценку всех машинных переводов. В данном случае использована именно трехмерная гибридная модель Logros IT, поэтому мы оценивали как общую адекватность и удобочитаемость полученных текстов, так и считали все ошибки на атомарном уровне сегментов. После этого все машинные переводы были отредактированы, и мы измерили время редактирования. И дальше мы снова провели QE оценку всех переводов. При этом, что самое главное и самое важное, для того, чтобы сравнивать производительность, мы должны убедиться в том, что качество переводов, то есть отредактированного машинного и ручного, вообще соизмеримо, иначе мы ничего сравнивать не можем. Поэтому сравнивали мы именно качество отредактированного машинного перевода и ручного перевода с использованием нашей трехмерной гибридной модели. Соответственно, как мы все это организовали для того, чтобы оставить все корректным, научным, строгим и аккуратным, и не создать совершенно неверные и неправильные корреляции? Общий объем мы разделили на пять одинаковых фрагментов, которые все поделены между участниками. Первое. Никто не выполнял QA фрагментов, которые сам этот человек перевел, потому что иначе вы становитесь необъективными. Если вы делали QA, то только чужой кусок, который вы не трогали. Второе. Никогда один и тот же фрагмент текста не редактировался одним и тем же человеком после разных движков машинного перевода, потому что как только вы хотя бы один раз отредактировали, у вас это все поневоле в сознании фиксируется и в дальнейшем вы переводите быстрее, потому что вы уже знаете какой должен быть результат. И, наконец, вся команда была той же самой на всех совершенно движках, на всех трех и редакторы, и переводчики. И мы усредняли скорости по всем участникам для того, чтобы минимизировать влияние индивидуальной скорости, как я уже говорил, опыт их разный, да и вообще, люди переводят и редактируют с разной скоростью, поэтому мы все усредняем. Итак, давайте смотреть. Первое. Эта таблица может показаться очень сложной, здесь куча вещей, но на самом деле она просто иллюстрирует, как именно мы работаем. По вертикали номера экспертов с первого по пятый, в столбцах это кто выполнял перевод, кто выполнял редактирование после движков машинного перевода и кто делал LQA. Итак, пример. Например, эксперт номер три. Он переводил третий сегмент сам вручную без машины. Он редактировал сегменты 4, 5 и 1 после разных движков, как вы видите, после каждого движка разные, не совпадающие с тем, которые человек переводил вручную. Ну и, наконец, он делал QA всех четырех переводов остальных, но по сегменту 2, то есть тому, который он сам не трогал раньше. В данном случае для всех редактирования, сеансов редактирования мы делали контрольный замер времени, всего получилось их 20 и делали автоматическую оценку H-Report для каждого из движков машинного перевода. Результаты. Опять же, таблица сложная, но давайте смотреть по столбцам. Итак, в строках у нас ручной перевод и три движка. Движки мы выбрали два нейронных, это DeepL и Google нейронный движок NMT и для статистики, для красоты взяли статистический движок Google и SMT он в самой нижней строке. И дальше здесь идут общие показатели. это зеленый фон после редактирования по всем трем показателям, до редактирования это правее и давайте смотреть внимательно. Так как цифр здесь очень много, то давайте я помогу немножко разобраться. Итак, после редактирования это для нас наверное вообще самое главное. главный вывод после редактирования общая адекватность и удобочитаемость текстов нормальная и соизмеримая как для постредактированных машинных движков, так и для человеческого перевода и нормализованные результаты QA от Амарного тоже похожие и все они находятся в нормальном приемлемом диапазоне. как я уже упоминал это больше 60% по нормализованному QA ну и 6-7 это не идеально но очень неплохо. Соответственно все сравнения все оценки которые мы будем делать являются надежными потому что в противном случае если бы у нас уровень качества был разный ну тогда ничего хорошего тогда сравнивать все равно нельзя потому что качество разное то есть мы пытаемся сравнить между собой несоизмеримые вещи это пожалуй самое главное второе редактирование существенно улучшило качество перевода давайте посмотрим вот справа атомарный QA до редактирования там аж в минуса шло или уровень ошибок был в районе единицы или больше при том что ожидается он нормальный меньше двух десятых после редактирования атомарного уровень качества резко вырос сильно и заметно то есть редактирование нам сильно помогло при этом обратите внимание что общая адекватность удобочитаемость может быть где-то и улучшилась но не очень сильно для нейронных движков третье статистический машинный перевод дает ужасное качество или плохое по всем показателям по всем трем показателям как общем так и атомарным и без редактирования вообще реально малоприменим здесь обратим внимание корреляция между общим качеством и атомарным качеством крайне ограничено если общее качество то есть адекватность и удобочитаемость переведенного текста для ручного перевода и пара нейронных движков соизмеримы то атомарный уровень ошибок дает огромный разброс поэтому прямой корреляции здесь нет у вас может быть строго говоря обратная ситуация когда на атомарном уровне все чистенько и гладенько а адекватность и удобочитаемость текста довольно-таки средненькая или просто плохая при этом следует понимать что машинный перевод нейронного с нейронными движками дает более хороший и общие результаты потому что переводы оказывается как мы говорим более гладкими при этом следует понимать что на уровне конкретных сегментов атомарное качество после машинных переводов все еще довольно-таки поганенькое что видно и здесь цифры все красненькие и это значительно ниже того уровня который мы ожидаем от человека давайте дальше автоматические оценки вот здесь вот все становится безумно интересно итак в строках опять то же самое перечисление движков а сверху ручной перевод а в столбцах слева измерение метода мэйшли пор дальше атомарное качество после или до редактирования это то что мы видели на предыдущем слайде и общая адекватность и добочитаемость опять же после и до редактирования это то что мы видели на предыдущем слайде в данном случае мы концентрируемся именно на анализе того что дают автоматические оценки итак давайте глядеть сюда автоматические оценки получать как получается дают разумный результат только когда мы сравниваем отредактированный машинный перевод с не отредактированным переводом это крайний левый столбец видите зеленые цифры 0.77 0.75 это после редактирования сравнивание с машинным переводом тем же самым движком при этом смотрите на красные цифры в этой же синей рамки это вообще совершенно какая казалось бы невероятная вещь несмотря на то что и Дипл и Google NMT дают судя по QA показателям это синяя рамка справа вполне приличные общие показатели по переводу и адекватность и удобочитаемость очень приличные однако результаты сравнения Члепор где мы сравниваем движки до редактирования с ручным переводом показывают жуткий совершенно результат но еще более фантастичным выглядит результат в третьем столбце это где мы используем автоматическую оценку Члепор и сравниваем между собой текст после редактирования с ручным переводом уж после редактирования он точно хороший мы же знаем намерили мы смотрели таблицу на предыдущем слайде а результаты здесь практически такие же ужасные как и доредактировать все это может означать только одну вещь то что на самом деле автоматические методы ни в коем случае не могут рассматриваться как универсальный индикатор качества машинного перевода они крайне чувствительны корреляции между машинным переводом и переводом который используется в качестве эталона и результаты здесь будут иметь дикий совершенно разброс когда мы сравниваем это с ручным переводом который не был сделан машиной то есть тот который не был отредактирован кроме того данные корреляции четко показывают что переводчики на самом деле пытаются абсолютно минимизировать количество изменений при улучшении машинного перевода именем поэтому корреляция между неотредактированным и отредактированным машинным переводом значительно лучше чем в остальных случаях ну а если завершить на иронической ноте то получается что автоматические оценки как сломанные часы которые дважды в сутки показывают правильное время прошу прощения теперь результаты по скорости она на оранжевом фоне чтоб все было понятно итак адекватность и удобочитаемость у нейронных движков приличная результаты после редактирования приличные соответственно мы можем совершенно честно считать что оценки по ускорению они надежные потому что отредактированные тексты дают близкие показатели LQA по всем трем параметрам к чистому ручному переводу при этом скорость перевода то есть скорость в данном случае редактирования после машинных движков возрастает в два или даже чуть больше раз после нейронных движков и даже в полтора раза возрастает после статистического движка это при том что у него показатели QA так себе это очень существенный фактор теперь вопрос так ли все оптимистично так ли все здорово выглядит и можем ли мы в полтора два раза ускориться вообще независимо ни от чего это вопрос спорный и на самом деле гораздо более сложный именно об этом мы поговорим сейчас а пока понимаем что есть одна интересная вещь где корреляция с атомарным QA ее особо нет а вот с общим QA адекватность удобочитаемость она явно есть то есть приличные оценки адекватности удобочитаемости для машинного движка видите они для нейронных движков выше однозначно свидетельствует о том что у нас заметно ускорится перевод и наоборот чем ниже эти оценки тем меньше будет скорость редактирования если бы результаты в последней строке для Google SMT были еще хуже то мы бы особо ускорения не заметили люди бы все переводили с нуля или тратили кучу времени на переделок итак давайте сформулируем просуммируем результаты по корреляции скорость редактирования машинного перевода против общего LQA четкая корреляция то есть удобочитаемость и адекватность чистого машинного перевода однозначно говорит нам о том что мы будем его редактировать гораздо быстрее чем если бы мы переводили с нуля при этом что интересно узнать это можно только с помощью нашей гибридной оценки трехмерного LQA в частности например только так легко и мгновенно можно отличить нейронный машинный перевод от статистического NMT от SMT при этом понятно что реакция идет именно на повышенную гладкость перевода то есть это более высоткие общие оценки соответственно идет более высокая скорость редактирования всяческие ошибки на уровне сегментов все эти нестыковки по грамматике там и прочие вещи они на самом деле как выяснилось устраняются переводчиком достаточно быстро именно поэтому такой результат если сравнивать с классическим атомарным LQA а это например то что предлагает Таус чисто сегмент по сегменту и скорость редактирования то особых корреляций тут нет потому что имеется крайне высокая чувствительность к дефектам движка корреляции со скоростью редактирования прямых нет мы это видели на предыдущих слайдов атомарные результаты для всех движков включая нейронные если делать обычные традиционные LQA они ужасны по сравнению с человеческим даже весьма средним ну и наконец автоматизированные оценки качества основанные на методе Ngram совершенно неважно какие из них совершенно ненадежны работают они только в одном случае когда мы сравниваем сырой машинный перевод отредактированной версии этого же машинного перевода при этом как не смешно трудозатрат здесь выше чем при общей оценке потому что в данном случае нам нужно вначале полностью отредактировать этот машинный перевод те же самые 5000 слов прежде чем мы можем сделать надежную оценку для общих оценок достаточно проглядеть текст что производится гораздо быстрее то есть в данном случае автоматизированные оценки абсолютно не коррелирует ни с результатами лки ни со скоростью редактирования особого смысла кроме как для доводки движков они не имеют к сожалению а теперь как делать прогнозы это собственно то для чего мы все эти эксперименты проводили для того чтобы понять где коррелиации есть где нет и чего можно ожидать достаточно взять 35 тысяч слов для эксперимента взять интересующие вас один или более движков машиноперевода и сделать общую оценку холистик лквей по адекватности и легкости восприятия при этом если текст связанный то мы делаем оценку всего текста это быстрее и используем шкалы лобрус сайте они опубликованы и всем доступны если текст не связан то мы опять же на уровне адекватности и легкости восприятия то есть быстро воспринимаем и оцениваем отдельные сегменты ну речь идет о при несвязанных текстах мы говорим о скажем сообщениях об ошибках или софтовых строках игнорируем все прочие ошибки всю эту грамматику сбитые теги и так далее потому что люди это правят быстро то есть они на восприятие влияют а на скорость гораздо меньше и оба показателя усредняем дальше выбираем лучшие движки это как выбирать индикатор экономии это ровно то какая у нас получается общая оценка LQA если получается в районе четверки некое ускорение можно ожидать оно будет не очень значительным если 6.7 то ускорение редактирования по сравнению с переводом с нуля очень заметное такой эксперимент делается довольно быстро как я уже сказал это наверное вообще ключевое утверждение рост производительности напрямую коррелирует с общими оценками качества если больше 4 все хорошо ну и надо четко понимать что данный эксперимент надо делать отдельно для каждой пары и предметной области если речь идет о достаточно больших линейках достаточно больших областях достаточно серьезных клиентов и долгих работах то такой эксперимент вполне себе оправдан он занимает не очень много времени и требует не очень много денег прогноз вы получите довольно четкий итак примеряются ли результаты итак помните такой был фильм the good, the bad and the ugly так вот the ugly результаты машинного перевода могут же иногда выглядеть ужасно атомарственные рейтинги зашкаливают все идут в красную зону кроме того статистический перевод вообще еще дает несвязанные предложения жуткую грамматику при этом нейронный перевод выдает частенько текст весьма гладкий но содержащий очень серьезные скрытые ошибки с первого взгляда незаметные the bad редактирование требует вполне заметных усилий мы уже с вами заметили у нас не в 10 раз ускоряется весь процесс в лучшем случае раза в два это довольно простой текст при этом следует помнить что риск пропуска серьезных ошибок резко растет и об этом надо помнить всегда в течение всего планирования и реализации процесса на самом деле производительность можно повысить несмотря на все перечисленное выше а теперь давайте опять же к практическим как выбирать движки и так как мы уже говорили анализируем типичный фрагмент текста тремя-пятью движками которые нам особо приглянулись выбираем лучше используя общие оценки holistic это не очень долго не очень большие усилия подключаем движки для всего проекта при этом чисто практически давайте стараться всячески избегать предварительной постановки машинных переводов ну в первую очередь это возможно в облачных консредствах и опять же лучше всегда и переводчику всегда гораздо приятнее редактировать или использовать самому подставить выдачу машинного перевода или воспользоваться где-то тьемками если они есть ну и в крайнем случае он принимает решение перевести сегмент самому с нуля при этом очень важно переводчику давать специальные инструкции по редактированию в частности например там обязательно должно быть сказано что даже если перевод машины выглядит довольно-таки уродливо то это вовсе не означает что все плохо и все равно его довести иногда быстрее чем переводить с нуля последнее наш опыт показывает что лучше всего иметь темку подключить пару движков нейронных и один движок статистический вы можете спросить зачем такая возня и так ну понятно что и стенки как правило даже если есть кусочек который можете взять это всегда лучше машинного перевода ну или почти всегда во-вторых нейронные движки очень часто могут серьезно исказить смысл оригинала и более того заметить трудно текст выглядит гладко вроде как он правдоподобен поэтому проглядеть серьезную ошибку гораздо легче короткие сегменты без контекста нейронные движки переводят плохо а статистические движки позволят иногда нам не сделать ошибку потому что переводы жутко кривые уродливые дословные но зато частенько из-за того что они берут несколько сегментов по сути из темок то смысл перед ним точнее так вот самое главное что при этом когда у вас переводчик смотрит на несколько вариантов он начинает думать он начинает смотреть вообще а что и как потому что когда он на это дело не смотрит когда вариантов нет а текст переведен заранее то вот те самые фантастические иногда жесткие ошибки нейронного перевода можно просто пропустить потому что сегмент выглядит красиво именно поэтому очень хорошо иметь варианты это автоматически человека настраивает на более рабочий более четкий лад заставляет его задуматься для длинных сегментов иногда можно взять фрагменты из разных движков ну и ответственность 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 вот самая самая главная причина если говорить о выборе кат систем в плане использования машинного перевода они гораздо удобнее потому что не надо настраивать устанавливать и у компании или человека или группы который организует процесс все гораздо легче то есть можно организовать параллельную работу людей можно организовать переключение задач на лету если переводчик исчез или там перестает быстро работать и так далее но самое то главное с точки зрения машинного перевода вы можете использовать несколько движков то есть во первых не приходится делать искусственные вещи типа темок на основе машинного перевода если вы хотите человеку выдать в десктопный труб ну во вторых никто не хочет делиться API ключами с переводчиками и самое главное что вы можете частенько купить пакетами машинный перевод которые позволяют вам сразу использовать несколько движков или любой движок по вашему выбору то есть это просто гораздо удобнее более того зачастую облачные консредства бесплатны как клиенты для индивидуалов это тоже важно не все естественно но достаточно многие при этом многие из них работают с экспортом бортопакетов правда сына макил если у них недостатки до во многих облачных как средствах настраиваемые модели то есть обучение она ограничена ну например у гугла есть возможность обучения движка и у майкрософта но не все как средства работающие в облаке их поддерживают но те же самые есть проблемы временные естественно с глоссарием и тогда и тренированным движкам но минус скорее всего временный однако когда вы делаете выбор для своего конкретного проекта это конечно важно в чем проблема настольных систем но самое главное и самое жесткое это невозможно контролировать использование машинного перевода отдельным переводчиками вы ему выдали файлы в них даже бесполезно залезать потому что какие-то добрые в кавычках люди создали анонимайзер для традоса который статусы сегментов удаляет и поэтому если переводчик использовал бесплатный движок гугла нарушив все мысли мои ваши индей потенциально подставив компанию заказчика а также компанию агентства вы об этом можете никогда и не узнать если он аккуратненько почистил за собой следы но в практическом смысле приходится делать одно из двух либо выдавать ключи API и прочие данные переводчику ну что годится только для внутреннего персонала да и вообще неудобно либо по сути выполнить предварительный перевод одним движком то есть когда вы выдаете наружу единственный надежный вариант который как минимум защитит вас от исков от использования переводчиков без уведомления вас бесплатных машинных движков ну и в общем-то позволит вам получить то за что вы заплатили это если вы сделаете машинный перевод сами и заранее его туда подставите о недостатках этого мы уже говорили ну и естественно проблема если приходится работать над одним огромным файлом приходится еще писать утилиты их использовать и вручную разделять этот файл на много людей потом его соединять и испытывать все эти трудности неудобства а также терпеть возникающие при этом ошибки как обучать ну во первых если вы собираетесь обучать движки но лучше обучать нейронные то в первую очередь корпус должен быть качественным то есть темку надо чистить иначе garbage in garbage out и это касается и терминологии и тегов и всего остального большинство движков так вот напрямую легко обучаться на всяком garbage естественно не могут как мы уже говорили не все как средства работающие в облаке обучения поддерживают но что может реально сделать почти каждый google translation API можно настроить всего лишь что там нужно вот 10 тысяч юнитов то есть не очень много никакие миллионы стандартные не нужны и там есть GUI то есть вообще-то говоря примитивный но вполне графический интерфейс глоссарий google translation API тоже есть поддержка имеется но он в общем находится в эмбриональной стадии развития то есть графического интерфейса нет и ограничения там весьма серьезные дубликат недопустимый словоформы он не понимает то есть все словоформы он рассматривает как разные слова регистр он тоже не понимает то есть слово с большой и маленькой буквы это два разных слова с тестичным включением в теге тоже некорректно отрабатывается поэтому здесь есть довольно много ограничений если глоссарий невелик то можно просто подключить кат тулу и править переводы терминов на лету даже если машинный перевод не верен так что и функция контроля терминологии во многих кат средствах есть кроме того для десктопных вариантов настольных вполне можно использовать плагин интента который есть для кучи тулов и он позволяет вам обучить и подключить это дело например к тому же стандартному SD-Eltrados десктопу и все это будет работать и это может сделать почти каждый ну конечно повозиться надо там написать какие-то руководства надо это не то что совсем вообще легко и за 5 минут но сделать можно как работать с клиентами говоря о текущих клиентов то можно конечно это все плюнуть но тогда с хорошей вероятностью вас обойдут конкуренты ну и второй вариант это внедрить стихуем то есть увеличить скорость поднять маржинальность но при этом вы рискуете тем что клиент об этом рано или поздно узнает и будет либо конфликт либо вы можете вообще его потерять либо придет тот другой предложит ему цен пониже он придет к вам обратно вы скажете а думают используем мы молодцы мы хорошие и тогда он скажет извините ребята а сказать а поделиться экономией ну и наконец есть третий путь мы вообще рекомендуем его то есть протестировать аккуратно а потом аккуратно предложить клиенту поделиться прибылью там где машинный перевод реально работает это обеспечит как большую лояльность клиента так и некоторый негатив маржа естественно напрямую снизится с хорошей вероятностью ну и вам придется заняться трудоустройством или переводом высвобождающихся ресурсов на какие-то другие проекты с новыми клиентами начинаем с оценок то есть обязательно проверяем интересующие в первую очередь клиенты языковые пары и направления если машинный перевод дает результат и клиент не запрещает то можно либо предложить сразу ставки с использованием процесса в котором задействован на первом этапе машинный перевод либо предложить ставки сразу в двух вариантах и объяснить аккуратно разницу разницу объяснять нужно обязательно теперь работа с поставщиками если вы собираетесь переключать процесс во-первых с ними надо аккуратно и спокойно пообщаться донести новое положение вещей никогда уже надо это делать а заранее постараться согласовать планы график перехода потому что они тоже должны быть морально готовы да и им нужно выслать инструкции пару месяцев первое не требовать скидок просто дать возможность поработать с машинным переводом привыкнуть и при этом самое главное объяснить что требования к качеству сохраняются потому что вы хотите получить перевод хорошего качества а не какую-то халтуру с пропусками серьезных ошибок за это время вы выбираете наиболее хорошее эффективно действующие движки вы можете попросить переводчиков провести замеры времени можете сами их организовать для каждой языковой пары тематики при этом все время следим за качеством потому что как только она начинает падать значит у нас экономия есть а результат уже не тот и об этом тоже придется говорить с клиентом и после этого вы производите проводите ценовые переговоры с поставщиками сразу по опыту скажем не все пойдут на скидки даже если реально производительность растет не все вообще готовы будут работать с машинными движками поэтому часть исполнителей всегда приходится к сожалению заменить подводные камни ну во первых персонал частенько это не понимает потому что ему кажется что все и так работает или что воплотятся в жизнь все апокалиптические прогнозы все будет ужасно качество упадет и вообще все нельзя ну тут просто приходится объяснять что как раньше жить бесконечно нельзя приход неизбежен и либо мы сами примкнем к течению либо нас вытеснят некоторые сотрудники патологически не хотят ничего нового учиться ну тут опять же два варианта либо вы с ними расстаетесь либо если эти люди очень полезны и хороши ну переведите их на линейке там где машины привод не работает такое всегда есть ну и кроме того при этом надо параллельно стимулировать тех кто готов учиться готов работать с технологиями последнее то о чем я уже говорил частенько исполнители недостаточно ответственны дело в том что перевод mtp это машинный перевод с последующим пост-эдитингом то есть пост-редактированием он требует усилить контроль качества он не драмовой иначе у вас могут пролезть в конечный текст жуткие совершенно ошибки принципиальные когда банковская карта переводится как мэппаникар предложение которое выдает программу становится сентенсом а не саджешином языковая пара становится couple а не pair и так далее поэтому контроль качества приходится усиливать по сравнению с вычеткой даже за средненькими переводчиками если вы обратили внимание а некоторые просто физически неспособны быть достаточно внимательными и замечать ошибки в гладких переводах машинного перевода или если люди не могут заставить себя или отказываются работать более аккуратно их использовать на проект с машинным переводом к сожалению будет нельзя поэтому приходится обязательно проверять что происходит как идут дела и так далее а теперь некоторый набор интересных фактов переводчики при работе с МП всегда идут по пути минимальных изменений и иногда тратят больше времени чем нужно то есть они пытаются минимум перестановок сделать а в результате иногда тратят больше времени чем если сделать этих перестановок больше очень важный факт это то что любимое многими editing distance не является надежным показателем потому что человек даже переставляет несколько слов частенько задумывается сильно он пытается создать вполне работающее нормальное качественное предложение или сегмент и поэтому оценка editing distance вовсе не говорит о том что было затрачено малой силе ибо все это приходится прокрутить в голове при этом надо абсолютно четко понимать что результат редактирования после машинного движка может сильно отличаться от ручного перевода это не значит он плохой он просто другой и это показали нам измерения автоматизированного качества те таблицы которые я показывал вам раньше никакой корреляции мы всегда должны помнить про ловушки нейронного перевода бдительность должна быть удвоена и именно поэтому желательно всегда в качестве предложения использовать и статистический перевод который заставит редактор быть более внимательным а самое главное подскажет вам корявый перевод но скорее всего более правильный самый главный о чем надо помнить о чем надо говорить клиентам о чем надо помнить самим производительность машинным переводом растет вовсе не так сильно как может показаться потому что перевод это не единственный этап работы после него всегда есть редактирование оно вообще-то говоря все оно никуда не девается и занимает не меньше трети времени от исходного перевода а кроме того после машинных движков времени на редактирование нужно больше потому что вы должны искать и аккуратно устранять скрытые жесточайшие ошибки кроме того у вас оказывается процесс иногда более сложным или дорогим потому что если переводчики страшные ошибки делают редко и частенько люди используют редакторов которые являются одноязычными и плохо знают язык оригинала то в данном случае использование двуязычных редакторов является абсолютно необходимым именно из-за вот этих серьезных смысловых ошибок ну и наконец немаловажно критически относиться к публикациям совсем недавно был вебинар Гала где говорили о похожих вещах а именно на замерах скорости и улучшения качества так вот там не то что это надо игнорировать но способ оценки качества там использован ТАУС ДКФ одномерный подход чисто атомарный как мы только что показали в начале этой презентации в начале вебинара он для оценки качества машинного перевода и прогнозов скорости редактирования недостаточно он совершенно не коррелирует со скоростью постредактирования кроме того люди использовали число ошибок как индикатор качества это совершенно неверно важна серьезность ошибок и первую скрипку здесь играют ошибки адекватности и легкости восприятия кроме того при выводах которые люди делают в том числе они давали конкретные идеи по применению скидок совершенно не оговорены дополнительные затраты усилий смотрите желтый текст здесь то есть значительное увеличение временной редактирования и само упоминание того что перевод не является единственным этапом работы то есть да у вас ускорилось два раза но если раньше вы на редактирование тратили треть то сейчас вы потратите больше поэтому общая производительность совокупная то что вы готовы выдать клиенту она увеличится вовсе не вдвое а значительно слабее выгода будет но она не столь велика ориентиры для скидок ценообразования то что надо опять же отметить во первых для поставщиков клиентов скидки разные и причин здесь несколько то что мы говорили во первых если вы представитель переводческой компании то у вас есть дополнительные трудозатраты в первую очередь это редактирование во вторых возрастают риски что все-таки несмотря на все это серьезные ошибки нейронного перевода будут пропущены и третье снижение маржинальности напрямую во вторых практическая рекомендация если между исполнителем и клиентом зазор между ставками гигантский то возможно для переводчика смысла применять скидку нет много вы не наиграете а переводчик огорчится если зазор малый то обязательно нужно коррелировать эти скидки в обе стороны для того чтобы маржа вообще осталась и не оказалась негативной подход который мы предлагаем мы на самом деле провели работу мы вывели формулу все подготовили достаточно аккуратно в детали я здесь влезать не буду и формулой делиться тоже не буду но мы разделили все варианты машинного перевода по ускорению на четыре категории соответственно и выработали для себя рекомендуемые скидки как для поставщиков так и для клиентов опять же с учетом того что у компании есть дополнительные риски дополнительные трудозатраты и снижение маржинальности довольно заметно рекомендации конечные мы уже с вами подходим к самому концу поэтому вроде бы в час как раз и уложились в 10.05 мы начали а дальше будет время для вопросов лучше всего использовать интегрированный набор движков машинного перевода в облачных карт во-вторых давайте следить за новостями на рынке машинного перевода все крайне динамично чего-то не хватает эти функции могут завтра появиться например глоссарии в Google Translation API еще недавно их не было сейчас есть ну может не очень хорошие но они уже как-то имеются их можно как-то использовать оценки эффективности надо уточнять регулярно то что меняются как лидеры в области движков и это может отразиться на конкретных языковых парах и линейках и может отразиться на ваш проект и самое последнее обязательно работайте с клиентами если кто-то предлагает цены вдвое ниже ваших и клиент обращается за разъяснениями спокойно объясните обязательно предложите варианты с машинным переводом без машинных перевода объясняйте засады объясняйте риски дайте понимание детали а самое главное не забывайте среди этих деталей говорить о том что рост рисков неизбежен даже если вы очень аккуратно редактируете и сама мысль о снижении расценок прямо пропорционально ускорению чисто перевода который является всего лишь одним из кусков составляющих процесс это миф спасибо вам большое за внимание особенно тем кто умудрился выслушать вебинар от начала и до конца вот а теперь мы перейдем с вами к вопросу я готов ответить если у кого-то они есть вы можете писать сюда я сейчас погляжу ленту итак вопрос будет ли запись ответ такой запись будет мы ее выложим обязательно поэтому я запись делал поэтому обязательно поделюсь вот еще раз вопрос от Александра Бондаренко приветствую еще раз Александр можно ли согласиться с утверждением что постредактор МПИ это и есть переводчик второй половины 21 века то есть лет через 10-15 постредактирование МПИ будет означать перевод или все-таки нет пока вопрос один вы думаете пишите если возникнут вопросы если конечно не дико устали вопрос хороший общий вы знаете я бы сказал так ну насчет второй половины не могу сказать далеко до нее может все быстрее будет происходить но вы знаете и да и нет в каких-то вещах да постредактирование будет все больше и не надо забывать это задача творческая это задача и повылавливания всех этих вот страшных жутких законспирированных ошибок и существенное улучшение стиля не зря же мы заметили ускоряемся вдвое но это означает что объем усилий очень приличный то есть переводчик ней куда не исчезает он выполняет серьезную творческую работу и в том числе избавляет нас от страшных и жутких ошибок и разочарований но при этом наверняка останутся и вещи которые будут переводиться руколепно речь идет о стихах особых художественных переводах я не уверен что художественная литература будет хорошо переводиться потому что там стиль в хорошей литературе в отличие от бульварной вообще вещь ключевая и не факт что это сильно поможет поэтому я думаю что да чисто ручной перевод будет становиться все более и более элитарным и бутиковым и наверное после редактирования и будет значительной степени переводом но не везде ну то есть наверное наверное в основном вы правы другой вопрос вот про что я не стал бы говорить где я бы был аккуратен в оценках это когда я не был бы здесь ни чрезмерно оптимистичен ни пессимистом очень может быть что это произойдет и через 5 лет еще у кого-нибудь есть сила и желание задавать вопросы так смотрим так все могут залезть в групповый чат так вот вопрос следующий какие были ваши самые большие разочарования при работе исследований машинного перевода вы знаете это скорее не разочарование я воспринимаю это не как повод для сильных эмоций а как исследование как получение знаний как обучение то есть я бы сказал что наиболее значительным полусюрпризом я исходно сомневался чисто методологически как бывший физик ученый я исходно сомневался в том что машинные методы оценки качества вот эти энграмные работают ну и поэтому мне очень интересно было провести ту работу которую мы сделали в начале девятнадцатого года и результаты которые в том числе здесь представлены то есть мы наконец доказали это было скорее не разочарование а давно ожидаемый вывод давно ожидаемое прояснение вопроса не работают они для оценки реального качества реального перевода так только движки позволяют доводить когда вы сравниваете с тем же что перевели и доводите только его а не сравните вообще да исходно это было ясно то есть это не разочарование это скорее понимание второе понимание то что вот этой супер скорости не будет даже если у вас перевод ускоряется вдвое это означает что если раньше у вас третий еще тратилось на редактирование редактор работает примерно втрое медленнее переводчика нормального качественного теперь на редактирование будет тратиться больше поэтому совокупный рост производительности который вы можете выдать на гора ну будет процентов 20 может 25 это очень хорошо это много но так что я бы сказал не разочарование я бы сказал обучение осознание примирение понимание успокоение в общем целый набор эпитетов но разочарований пожалуй не было скорее это было интересно заблуждение какие самые распространенные заблуждения при работе с машинным переводом у профессиональных переводчиков вот это прекрасный вопрос и как с ними бороться на мой взгляд опять же здесь будут люди которые знают эти вопросы лучше меня и могут дополнить более детально пожалуй наиболее серьезных заблуждений два заблуждение номер один профессиональный переводчик смотрит на перевод перевод кривовато и в нем довольно много ошибок в том числе таких вот мелких и он сразу говорит это ужасно это нельзя переводить в смысле доводить надо переводить все с нуля так вот эксперимент в том числе тот которым я с вами поделился показывает что на самом деле даже если он выглядит не очень хорошо и даже если там мелочь мелочких ошибок довольно много в среднем а статистика вещь в данном случае неумолимая вы быстрее доведете этот перевод чем будете делать с нуля то есть с нуля имеет смысл переводить только тогда когда существенно искажен смысл или когда ничего понять нельзя это пожалуй первое заблуждение то есть пытайтесь побороть первую эмоциональную реакцию второе заблуждение профессионального переводчика ну которое тоже надо принять во внимание это скажем относится к совершенно другой области это на тему того что это все халтура и даже если что-то там улучшить то получится все равно гораздо хуже то есть на самом деле вот есть как-то красиво иногда называют руколепный перевод и это произведение искусства а доведенный до ума машины перевод это так халтура опять же объективно поставленный трехмерный лквей который учитывает именно человеческое восприятие то есть общие показатели удобно читаемости адекватности говорят о том что для технических нормальных текстов ну то есть для большинства текстов которые нам нужны по жизни и не только нам конкретно большинство текстов которые есть в природе и которые компании публикуют на сайтах и так далее они скорее все-таки технические или полутехнические качество постредактированного машинного перевода если выполнять все это добросовестно вполне хорошее может быть чуть-чуть хуже может быть такое же зависит уже от индивидуального поэтому не будьте высокомерны ребят на самом деле вполне он нормально доводится вполне нормальной иногда экономией и получается не существенно хуже получается по-другому вот поэтому и самое главное как с этим бороться вы знаете способ один надо разрабатывать краткие инструкции для переводчиков у нас в компании она есть и всем тем кому мы высылаем машинный перевод мы пишем именно об этом во-первых мы делимся публикациями для того чтобы люди вообще могли понять что где откуда и как и все-таки в том числе преодолеть свои предрассудки заблуждения неоправданные измерениями вот и во-вторых конкретные практические советы начиная с того что не отбрасывайте сегмент под влиянием эмоций и кончая тем что нужно обязательно проявлять очень большой уровень внимания при редактировании после нейронных движков именно из-за серьезных потенциальных искажений даже когда текст выглядит с первого взгляда правдоподобно то есть вчитываетесь так тут Максим Гамы Леонид какое сложилось мнение насчет адаптивных движков машинного перевода вы знаете у нас мало статистической информации на данный момент чтобы я вам начал что-то говорить такое вот что за что поручусь на сто пудов пока это как раз возвращение к предыдущему вопросу то что люди называли адаптивными очень активно рекламировали у нас восторга не вызвало например очень много лилт говорил о том как они на ходу все осваивают вы знаете ни разу то есть дорогой он да а вот чего-то такого невероятного он не произвел то есть результаты которые мы получили на весьма ограниченных естественных экспериментах нас не вдохновили но я не буду обобщать у нас просто недостаточно информации в области обучения ну то есть более простое очень много сейчас и популярные иногда эксперименты где люди обучают машины движок а потом удивляются что результат или качество ненамного улучшилось а иногда даже ухудшилось ну тут несколько причин может быть и я о них говорил первая причина заключается в том что надо очень хорошо вычищать темку которую вы скармливаете движку а на это у большинства даже клиентов нету ни денег ни времени им лень кого-то заставить вручную пройти по темке провести анализ терминологии насколько она единообразна выкинуть оттуда все теги с тем чтобы не испортить обучение потому что не факт что движок нормально обучится на темке с тегами и так далее и тому подобное то есть нужно ее тщательно готовить и потратить на это много сил времени и иногда поэтому подобная темка не сильно улучшит результат вторая вещь что многие движки машинного перевода на самом деле работают довольно хорошо и тот же гугл даже не обученный очень прилично работает именно поэтому иногда улучшение не настолько значительно как его хотелось бы видеть но при этом если использовать как раз не очень большие темки но тщательно вычищенные или отобранные строго для той или иной линейки они улучшения часто дают переводчикам меньше приходится вычищать терминологию и править стандартные выражения если вы ее обучили это то что показывает наш опыт вот уж не могу о проадаптивной движке возвращаясь к этому пока до конца не могу сказать слишком мало информации вот следующий вопрос какой движок или движки больше подходит для обучения постредактированию мы пробовали контанент но там есть свои особенности знаете очень глубокий очень хороший вопрос такой интересный да какие движки больше подходят для обучения постредактированию вы знаете на самом деле я бы сказал так как и любое обучение возможно даже не очень важно на чем его проводите главное что на более-менее современном движке дело в том что постредактирование обучение это именно это не пропускайте серьезные ошибки учитесь держать под контролем эмоции и ориентироваться на рост производительности набирайте опыт по исправлению ошибок и не нервничайте по поводу того что некоторые вещи переведены очень криво или бесконечно используются неправильные термины и скорее это учебный материал ну то есть что я не посоветовал бы это брать ну как бы относительно устаревшие вещи то есть мы например я уже упомянул статистические движки используем но скорее для того чтобы не потерять смысл и иметь референс и заметить грубые ошибки нейронных но обучать постредактировать их наверное не надо лучше с их помощью именно как бы держать руку на пульсе второе совершенно нормально можете использовать google более того для обучения можно использовать и бесплатные версии движков почему и нет наверное просто те которые вы можете получить либо бесплатно либо с которыми относительно легко работать то есть тут скорее вопрос об удобстве применения потому что на чем вы учите не важно разница между движками будет принципиально то есть между обучением постредактированию наверное будет не настолько существенной общие принципы приемы люди усвоят я бы сказал что вот что было бы действительно здорово это если вы Александр будете проводить подобное обучение систематично если бы вы еще помогли и мы с удовольствием в этом поучаствуем предлагаем даже совместно поработать обобщить и улучшить инструкции такие вот живые правильные подходящие а не только общую теорию для переводчиков слэш редакторов то есть на основе и того что они видят и того что они чаще встречают и тех ошибок которые они совершают было бы очень здорово нам всем в том числе для комьюнити создать некую универсальную улучшенную инструкцию для пост редакторов и где как не в образовательных учреждениях или не во время курсов эти вещи улучшить вот спасибо большое Александр давайте посотрудничаем давайте над тем конкретно поговорим потому что тема на мой взгляд актуальна и принесет пользу всему комьюнити как образовательному так и коммерческому то есть если мы будем постепенно наращивать этакий публичный набор рекомендаций по пост редактированию на основе опыта и с разными движками и с разными людьми и с людьми с разным уровнем опыта включая студентов потому что новички совершают свои ошибки опытные люди совершают свои это по-моему очень интересно и спасибо большое всем кто присутствовал и кто не пожалел времени на данный вебинар через некоторое время я просто отредактирую отрежу начало я включил запись и вебинар заранее чтобы наладить убедиться что все работает обязательно мы его опубликуем у нас в соцсетях и на сайте спасибо всем большое если больше вопросов нет то тогда наверное я вебинар заканчиваю спасибо всем огромное и вы всегда можете писать мне на электронную почту или в соцсети я постараюсь всем вам ответить спасибо огромное всего хорошего хорошего всем вечера спасибо 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 спасибо